ЧАК КРЯУЛЬМ С ТИНКИ Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов и на моём канале Коменд Байк. У вас есть газовый котёл, у вас есть кирпичный дымоход, у вас будут проблемы. У вас есть азбестовый дымоход, у вас будут проблемы. У вас есть азбестовый дымоход с кирпичом, у вас тоже будут проблемы. А теперь я расскажу, что делать так, чтобы проблем не было. Это именно касается газового оборудования. Когда вы ставите газовый котёл, и вам нужен дымоход. При этом у вас есть какая-то шахта, кирпичная шахта, либо керамзитобетонная шахта, бетонная шахта, неважно, любая шахта. Объясню, потому что очень много вопросов у меня задают по поводу того, стоит ли устанавливать дымоход из нержавеющей стали для газовых котлов. И в этом видео я сейчас вам попытаюсь разложить все по полкам, почему необходим дымоход из нержавеющей стали во всех каналах, неважно с чего они сделаны. И, ну, конечно, я не беру керамику. Керамика это другая тема, не в этом видео я про нее буду рассказывать. В этом видео я буду рассказывать именно про гильзование и про то, когда его надо применять и нужно ли оно вообще. Ну, теперь давайте по полкам, потому что строители очень много информации у меня пишут на сообщениях, пишут в комментариях. Я, бывает, не отвечаю, потому что просто, ну, я устал. Я в каждом видео практически говорю о том, что надо гильзовать кирпичные кладки, надо гильзовать керамзитобетонные кладки. Для каждого газового оборудования есть свои дымоходы, есть свои требования, но все равно мне задают вопросы, у меня есть кирпичный канал, нужно ли его загильзовывать. Конечно, нужно. На этом объекте что произошло? Я сейчас, в 2019 году, в 2018 году, в ноябре месяце я выехал. Здесь было все в потеках. Все в потеках, просто не дай бог. Почему это произошло? То есть кирпич уже начал разваливаться. Сейчас я вам покажу видео, где я приезжал и описывал проблему, когда вот этой штрабы еще не было. Вот конденсат, он полностью разрушает, видите, его потеку, он прямо вот до низа такой. И вот вверх вот это вот пятно. Вот такая площадь идет, по району там 800 мм, полностью разрушает кирпичную кладку конденсат. И сверху то же самое. Сверху пятна по всей кирпичной кладке. Это вот проблема с одним дымоходом. Видите, с другой стороны все то же самое. И в коем случае оставлять так нельзя. А на этом дымоходе все гораздо тяжелее. Здесь у нас... Вот видите пятно. Вот это все пятно. Видите, насколько оно растопционировано? Вот. Вот это все конденсат. И до самого низа. Вот это прочистка. И вверху такая же беда. И вот она через такой ряд кирпичи. Полностью все конденсат полностью разрушал всю кирпичную кладку. И вверху опять внизу. Азбестовые трубы это не решение проблем. От них, как правило, больше проблем. Почему вообще конденсат появился? Все очень просто. И почему? Откуда он появляется? И для чего нужно именно гильзовать? Именно в этой проблеме почему я захватил азбестовую трубу? Здесь два соединения в азбестовой трубе. Азбестовая труба, как правило, идет 4 метра. Здесь стоял до этого атмосферный котел. Проблем никаких не было. Работал котел. Все было отлично. Все было хорошо. Атмосферник стоял. И на одной половине дома, и на второй половине дома. И соединение двух азбестовых труб. Пришло время 15-20 лет. Это нормально. Сейчас очень много работы именно по старым дымоходам. И это, скажу так, не дай бог переделывать. Эта работа, конечно, стоит дороже. И эта работа, ты залазишь просто не знаешь куда. Какая шахта? Что там? Какое соединение? Это ужас. Я по-другому не скажу. Потому что азбестовых труб никаких там стандартов нет. Они есть ГОСТы на самом деле. Они все прописаны. Но когда ты залазишь туда, там все по-другому. И конденсат. Что и почему он появляется? Смотрите. Котел старый. Был установлен атмосферный газовый котел. Понимаете? 15-20 лет назад все было по-другому. Никто не думал о том, что увеличить эффективность котла. Увеличить его КПД. Задачей было просто прогреть дым. Просто купить котел. Сейчас время поменялось. Газ стоит дороже. Энергия стоит дороже. Все стало стоить дороже. Ну и поэтому современное оборудование, оно более эффективное. Что было до этого? Здесь была азбестовая труба внутри кирпичной кладки. И котел, когда работает, он прогревал весь дымоход. То есть от начала практически до конца. Конденсата не было. То есть труба была теплая, это выше 60 градусов. Расходит сомнение по тому, какая выпадает точка рассып в дымоходе. Но если мы возьмем среднюю температуру, это от 50 до 6 градусов. От 54 до 60 градусов. Вот в этот момент, если дымоход не прогревается, появляется конденсат. И до этого все было хорошо. Все было супер. В 2018 году, в начале 2018 году, люди поменяли газовое оборудование. Поставили был напольный котел, повесили навесной газовый котел. Обычно атмосферник, никаких проблем по нему. Протерм. Да не важно, какого производителя. Возьмете любой газовый котел. И это любого газового котла касается. Но, конечно, газовые колонки тоже туда цепляются. В начале 2018 купили. А в ноябре 2018 году клиент мне позвонил с той проблемой, которую я вам показал. Они просто были в шоке. Они были в шоке, потому что конденсат... Ну, представляете, вы живете, сейчас холод. А у вас здесь все течет. Из-за чего? Потому что дымоход сейчас уже... Вернее, газовые котлы, они не греют улицу. Соответственно, с увеличением КПД котла... Вернее, давайте, буду говорить про эффективность котла. С увеличением эффективности котла дымоход уже не тепл от начала до конца. Если раньше у него была, грубо говоря, на третьем, на четвертом метре высушивало все. В конце, конечно, был конденсат. Он стекал, но из-за того, что котлы были малоэффективны, они высушивали довольно длинный участок трубы. И проблем с конденсатом не было. Сейчас же конденсат появляется уже на первом метре. Вот на первом метре на улице появляется конденсат. Его нету только, как правило, в начале в подводке и в тройнике. И дальше все же котлы, которые работают в 40-80 градусов. И то, чтобы 80 градусов набрать, это будет зима, вы переведете максимальную мощность. Может быть, даже до 90 градусов догоните в зависимости от модели котла. Но, как правило, это 70-80 градусов, это нормальная температура. Это в начале, я говорю. А если вы этого делать не будете, то вы вводите, как правило, 40-60 градусов. Ну, и сразу же по дымоходу пошел конденсат. И все начинает течь. Если это азбестовая труба, как в нашем случае, то есть здесь проблема была не в самой азбестовой трубе, а проблема была в соединении. В соединениях, потому что азбестовые трубы соединялись просто друг с другом. Сейчас вам покажу, как. Вот под рукой у меня два элемента. По этим элементам я сделаю отдельное видео. Вот так вот соединялись. Понимаете? Стык. И промазывалось герметиком, либо раствором. Но, как правило, это был цементный раствор. И вот из этих мест соединения, тёк конденсата, ничего вы не сделаете. Есть муфты на азбестовых трубах. Но, когда вы ставите муфту, она очень широкая, и ни в одну кирпичную шахту она не влазит. И, как правило, шли в стык. И когда трубы идут в стык, конденсат есть. И вот здесь проблемы. И этих проблем у меня за год очень много. И с каждым годом их увеличивается, потому что сейчас именно пришло время, когда надо менять дымоходы. И когда газ стоит дорого, конечно, электричество стоит, я возвращаюсь ещё к этому вопросу. И вопрос стоит сейчас эффективности котла, более экономичных котлов. Но это нормальная ситуация. Поэтому в 2018 году, в конце 2018 года, я просчитывал здесь один дымоход. Я просчитывал здесь дымоход утеплённый. На тот момент, ну, заказчик говорит, давайте мы подождём, мы помучаемся полгода. Сейчас 2019 год, июнь месяца. Вы приедете и подумаем, как сделать. Я говорю, ну, никаких проблем, спецификация вся осталась. И в итоге вместо утеплённого дымохода было решение сделать гильзовку. Я загильзовал кирпичный канал от начала до конца. Это был, сейчас вам скажу один совет, смотрите, вот этот вот ройник, он идёт для прочистки, он обязательно должен быть. И вверх пошла труба. И вот дымоход у нас вышел через азбестовую трубу, то есть мы прогнали её вовнутрь азбестовой трубы. И грибок, конечно, мы убрали, поставили кольцо уплотнения. Почему мы так сделали? Объясняю. Вот так вот ни в коем случае оставлять нельзя. Заказчик сказал, что мы будем утеплять дом, и мы будем делать короб, зашивать кирпичную кладку, и будем её утеплять. Вот только после этого я ему сделал такой дымоход. Если бы этот вопрос стоял бы, как вот есть, доделать никаких не будет, то есть не будет устанавливаться металлический короб, а будет всё идти вверх, я не советую. Ну, конечно, здесь конденсат, то есть вопрос особо вы не решили. Вы решили с вопросом появления конденсата вот на этих местах, с самим конденсатом? Нет. То есть его будет довольно большое количество, которые также надо отправить в канализацию, и в канализацию обязательно отправляется конденсат на газовых котлах. И только с утеплением, с утеплённым дымоходом у вас всё будет хорошо. Обязательно не забываем про то, что у вас на дымоходах должны быть прочистные карманы. Во-первых, это по строительной норме, ну, по крайней мере, в республике, то есть прочистка должна быть. Она делается в основном дымоходе. Здесь система отопления переделывалась, вешался новый котёл, и система подвода к основному дымоходу тоже менялась. Система подвода, я имею в виду дымоходы, там угол 45, угол 90. И заказчик попросил, купите мне дымоход, с которым не будет проблем. Лучший дымоход. Сейчас вам покажу лучший дымоход, который купили строители. Вот это лучший дымоход. По нему я сделаю отдельное видео, и назову так, самый лучший дымоход. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть самый лучший дымоход. А мне на все расскажу. Потому что я вот тоже по этой теме уже устал отвечать людям на вопросы, почему одна цена сколько стоит один дымоход, второй стоит гораздо выше. Потому что это самый лучший дымоход. Кавычки, конечно. А то сейчас вы увидели это видео и будете говорить, что вот этот Дмитрий продает самые лучшие дымоходы. Нет, это не самый лучший дымоход. Это самый худший дымоход. Я, конечно, заменил эти все элементы, я их убрал, я их выкинул. Это вообще уходит на мусор. Все дымоходы должны быть загилизованы. И не важно. Газовый котел, твердотопленный, жидкотопленный, всех отопительных оборудований должен быть свой дымоход. Это не кирпичный. И не асбестовый дымоход ни в коем случае. Это дымоход из нержавеющей стали, либо керамика. Конечно, дымоходы должны быть сертифицированы, конечно, дымоходы должны быть проверены. И только после этого вы можете спать спокойно. И здесь, скажу так, это мой последний объект, где в асбестовую трубу я вставлял диаметр 130 мм. Объясню почему. Потому что здесь одна труба идет под вентиляцию, вторая труба идет под газовое кольцо. И если мы вентиляционную трубу возьмем, у нее диаметр 138 мм. Я когда приезжал, я заметил 138 мм внутри. Это нормально. Во втором, я посмотрел, снизу была здесь прочистка, а прочистка была такая квадратная, прямоугольная. Я посмотрел, там тоже примерно было до 140 мм. Но когда мы начали соединять трубы, начали соединять трубы, одну трубу поставили, вторую трубу, три трубы у нас зашли снизу, и потом она застряла. Мы вышли снова наверх, посмотрели, чтобы вы понимали высоту. Сейчас я вам еще раз переведу. Видите, то есть здесь над общим грибком еще два метра отдельно стоящей азбестовой трубы. Как вы думаете, это легко? Проверить дымоход, который на верхней точке два метра, с учетом того, что азбестовую трубу, с учетом того, что лестницу опереть на азбестовую трубу нельзя. Просто если опереть на азбестовую трубу, ну, я сейчас говорю маленький секрет, кто не знает, кто хочет рискнуть о своей работе, когда вы опираете на азбестовую трубу с лестницы, вы просто можете завалить всю кирпичную трубу, это раз, и поломать еще крышу. Да, можете. А теперь вернемся к вопросу гризования азбестовой трубы. И что у нас произошло? Мы когда залезли наверх, посмотрели, там был диаметр 135 миллиметров. А для тех, кто не знает, трубы, которые идут в заводские стандарты, у них с одной стороны 130, с другой стороны 133-134 миллиметров, то есть еще такая отбортовочка идет. То есть примерно 134-135, вот эта вот грань идет. Представляете? Мы решили этот вопрос, да, мы загильзовали, это нам было нелегко, мы потратили очень много времени. Заказчик уже говорит, давай, Дмитрий, выбирай эту трубу, мы поставим утепленную трубу. Но с утепленной трубой здесь будет еще гораздо тяжелее, потому что в том моменте срезания азбестовой трубы и привязки неизвестно к чему, а здесь ее привязать очень тяжело, потому что из-за конструкции дома здесь комуток оттяжки никаких не поставить, надо было варить каркас, чтобы привязывать его к кирпичу, и уже вдоль кирпича ставить скрепление, то есть это вообще ай-яй-яй, не дай бог. Поэтому нет, я добился все-таки того, что мы привязались к трубу, мы залезли, смогли залезть наверх и уже сверху запустили вниз и соединили. Очень много расчетных вопросов было, очень много проверок было, потому что наша задача, чтобы все трубы были соединены. И конечно система собирается по конвенсатору, вы про это не забывайте, потому что в то время, 15 лет назад, тоже были дымоходы, очень редкие, они привозились из Европы, как правило, были загильзовки, да, но это людям просто, которым повезло тогда нарваться на хороших сантехниках. Ну, представляете, это было 15-20 лет назад, но представляете, что это такое найти хороший дымоход? Их просто в Беларуси не было, они привозились из Европы, а там они уже были, да. И у меня иногда попадают такие объекты, где еще старые копы, Беларуси древнейшие, просто стоят, греют, но они уже по каким-то причинам меняются, и дымоход остается. Знаете, тем можно очень долго разговаривать, на этом я видео буду заканчивать, свое подведем итоги. Поменяли газовый котел, проверьте дымоход, либо поменяйте дымоход, если у вас стоит азбестовый дымоход, и вы покупаете котел, гильзуйте его. У меня есть отдельное видео по подключению, но это снова подключение касается, когда у вас одна азбестовая труба одним участком. Там тоже можно подключить, азбестовые трубы тоже можно использовать, но там надо сделать подключение именно в самом начале подсоединения. Как правило, там есть переходники под заказ, подписывайтесь на мой канал, я вам ссылочку оставлю на пару видео, чтобы посмотреть, как это делается. Но если у вас соединение двух труб идет, азбестовый, как правило, это по 4 метра трубы идут, то меняйте дымоход, гильзуйте дымоход, потому что у вас равно вопрос, это станет с конденсатом. Вы его можете не увидеть, если бы здесь было бы все зашито еще, если бы здесь стоял будет утеплитель, там не важно, какой каменный ватный, пенопласт, пеноплексий, просто если бы был утеплитель, вы бы это сначала не увидели, но вы увидели бы потом, когда уже возможно было поздно. Особенно самая большая беда, где я иногда выезжаю на объекты, это когда это в несущей стене, здесь пристройки, а есть такое, что дымоходы ставят в несущей стене. Ну, представляете, что происходит? Разваливается несущая стена, и последствия просто могут быть, конечно, плачевными. Второе, есть кирпичная кладка, она должна быть загильзована, есть керамзитобетонные блоки стоят у вас, они должны быть загильзованы, все каналы должны быть загильзованы, потому что сейчас 21 век, сейчас производители котлов вводятся за эффективность, за каждый процент эффективности, и благодаря чему появляется конденсат в дымоходах. Современные газовые оборудования, современные отопительные котлы, они не греют уже улицу, они греют дом. Все, старые котлы грели дымоход. К сожалению, это так, и грели атмосферу. А еще знаете, что самое страшное? Что люди гильзуют дымоходы, строители гильзуют дымоходы, ставят все на герметик, собирают под дымоходы, ставят все на герметик. Никакой герметик против конденсата не устоит. Дело времени. Поэтому, если вы сделали, если вы сделали такую работу, пишите мне в комментариях, готовьте ее переделывать. Если еще бывает такое, строитель живет в своем доме, у него стоит газовое оборудование старое, живет все хорошо. Сосед видит, что человек с руками работает, сантехник, вызывает его к себе, он делает смету, он устанавливает котел, устанавливает котел, оставляет дымоход в таком состоянии, как он есть. То есть, это, как правило, либо отбест, либо кирпичная кладка. Заказчик говорит, сделайте как себе. Он делает как себе. Ничего не гильзует дымоходы, не гильзует, никакие кирпичные кладки, никакой асбестовой трубы. И что получается? Сделал как себе? Да, сделал как себе. Проблема у вас. Правильно. У вас появился конденсат, у вас появились разрушения, скорее всего, у вас будут ремонтные работы и со всеми вытекающими проблемами и последствиями. Поэтому не говорите, сделайте как себе. Говорите, просто сделайте по строительному. Делайте хорошо, сделайте так, чтобы я жил, и у меня не было проблем. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Надеюсь, вопрос газового котла и дымоходы на этом будут закрыты. Конечно, это видео будет полезно для тех, кто меняет, в первую очередь, газовое оборудование, потому что это вопрос номер один сейчас и для людей, которые строятся. Если вы строитесь, обязательно гильзуйте все каналы. И если у вас нет возможности гильзовать, ставьте утепленные дымоходы. Всем хорошего настроения, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Еще в инстаграм заходите, я там тоже буду фотографии скидывать, скидываясь для того, чтобы вы совершали ошибок при монтаже и покупке дымохода. Ну и про самый лучший дымоход обязательно я сделаю видео. Даже, наверное, обещаю, что сделаю видео, потому что человек на этом объекте сказал, купите мне самый лучший дымоход. Ну, купили. Самый лучший дымоход. Всем хорошего настроения, до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok